Потные дельцы. Джулия собирается поработать на силовом тренажёре, как вдруг замечает, что последний им пользовавшийся не вытер после себя лужу пота. Стоит ли ей высказать своё недовольство или просто вытереть чужой пот? Джулия у нас очень вежливая, добрая девушка, поэтому... Ой, давайте мы просто попробуем вытереть. Я думаю, что Джулия сейчас не до того, чтобы, в принципе, высказывать какие-то недовольства. Да, потому что, в общем-то говоря, с ней связался с утра маршал и сказал ей, что пришёл август, принёс счета аж на 700 чем-то там симолеонов. В общем-то, новости неутешительные, поэтому я думаю, что мы просто вытрем. И Джулия в этот раз принимает их слова на веру, но если ещё раз такое случится, да-да-да, лучше не травмируйте беременную женщину, убирайте за собой, пожалуйста. И всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы продолжаем играть в апокалипсис, прямо сейчас Беатрис у нас штурмует папку, да, и пытается поднять свой навык общения. Слава богу, мы с вами дотянули до второго уровня, ещё чуть-чуть и будет третий, да, поэтому пока что мы мы учим маршала с этими делами. Алиса у нас сидит в своей комнате, на своей кровати и делает домашку. Джулия у нас на работе, кстати, давай мы с тобой упорно будем работать. Да, мы успешно помыли какао, она себя прекрасно сейчас чувствует, как вы можете заметить. И да, нам действительно принесли щита, щита неутешительные, но как бы, а что поделать? А что поделать? Ничего с этим не поделаешь, к сожалению, как есть. Да, и давай, пожалуйста, мы продолжим штурмовать маршала. Вот, а то что это он, знаете, такой ходит себе, да, ничего не делает, всё нормально у него, всё хорошо. А вот, давайте будем с ним о всяком разном разговаривать или питать и вообще о принцессах разговаривать. Вот, правильно. Слушай, папа, слушай внимательно, что тебе твой ребёнок рассказывает. Я уверена, что там что-то безумно интересное, судя по выражению Лиса Маршала. Всё прекрасно. Да, и мне так непривычно, что у нас стало на одного тотлера меньше. Вообще, вот прям представить себе не можете, насколько мне это непривычно. Ракель у нас, всё, Ракель у нас, слава богу, выспалась. Давай тогда поднимайся, дорогая, давай поднимайся. И что у нас с тобой? Нам тоже нужно общение поднимать и горшок. Ну, в принципе, у них с Беатрис одни и те же проблемы. Ну что ж, будем с радостью, конечно же, над ними работать. Вот, давай мы заставим папку поиграть вместе с нами. Мы хотим поиграть. Вот, давай, отлично. Да, и мы ждём Джулию с работы для того, чтобы заплатить по счетам и отдать денежки. Отдать денежки нашей мафии. Перед этим надо будет хорошенько накормить какао, я думаю. Вот, для того, чтобы всё у нас было в этом плане в порядке. Так, ты уже решила сама поиграться, да? Папку отпустила с миром. Папа у нас ушёл почитать. Почитать, ну, ладно. Почитать так почитать. Вот, отлично. Ребёнок у нас играется, думает. Ладно, всё. Наговорилась с папой про принцесс. Буду сейчас сама играть. Буду играть в машинку, которая катается по различным местам, по различным замкам. И машинка, которая помогает своему водителю осуществлять разные небывалые цели. Интересно. Вместе с Маршалом мы активненько продолжаем бороться с пыльными королями. И, да, мы их топчем. Пока что, вроде как, всё успешно. Слава тебе, Господи. Так, у нас возвращается с работы Джулия. И, о боже мой, сколько же денежек она нам приносит. Но, к сожалению, сейчас всё это добро мы вынуждены будем отдать мафии. Это очень обидно, конечно. Да, Маршал тут конкретно устал, потому что на него обрушилось довольно-таки большое количество уборки и вообще всяких дел. Поэтому я его, думаю, отправлю спать. И сейчас уже образы правления я передам нашей Джулии. Нашей грязной беременной Джулии. Господи, Боже мой, какой кошмар. Так, ну давайте мы сразу же оплатим по счетам. Вот, 725 симолеонов. После этого, конечно же, нам нужно будет пойти помыться. Обязательно принять душ. Вот, и после этого я хочу уделить время какао. Конечно же, мы её покормим. Конечно же, мы с ней пообщаемся. Подоить её нужно тоже обязательно. Вот, чтобы наша корова не скучала. Чтобы у неё было всё замечательно с самочувствием и вообще. Да, и, кстати, классно, что у нас появился в семье вот как бы ребёнок, не Тоддлер. Ещё и потому, что теперь не только родители могут мучить Тоддлеры, но и детей своих, в общем-то, братьев-сестёр. Да, и сейчас у нас наша Ракель лепечет с Алисой. Вот, так, отлично, всё, мы заплатили по счетам. Мы молодцы, мы молодцы, мы от одной части наших долгов постоянных избавились. Вот, к сожалению, нужно будет ещё дань мафии отдать, но да ладно. Так, и что у нас? Почти второй уровень общения. Слава тебе, Господи, я хотела бы всё-таки до второго уровня догнать. Вот, давай ещё мы полепечем с Алисой. Да, отлично. Алиса теперь нам будет помогать прокачивать наших Тоддлеров, это не может не радовать. И у нас закрыто голосование, нам объявили, что получает большинство голосов неожиданно техподдержка. И этот комплекс мер начнёт действовать незамедлительно. Слушайте, это, конечно, прикольно. Лучше, чем у нас в династии свободная любовь, это однозначно. Однозначно, да, и Джулия, я жду, когда она у нас причапает домой. Да, она у нас принимала душ под водопадом, и я жду, когда она придёт домой и приготовит кушать, потому что дети уже голодные. Здрасте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что вы здесь забыли, я очень сильно хочу узнать. Ага, супер. Потрясающе, просто потрясающе. Здравствуйте, добро пожаловать в личный дурдом Макинтошей. Классно. Маршал, я тебя поздравляю, ты развиваешься просто на глазах. Сначала у тебя была лаборатория Макинтошей, сейчас у тебя дурдом имени Макинтошей, и ты стабрил нашу игрушку, да? Правильно, я тебя правильно понимаю? Ну, конечно, да, конечно. Почему бы сейчас у маленьких детей не забрать игрушки? Рафаэль, я разочарована. Честно тебе скажу и откровенно, ты поступил просто ужасно. Ребята, что это такое? К нам пришёл Сим. Вообще, просто с нифига. Пришёл и украл нашу игрушку. Джулия, давай, скорее беги. А, ты не можешь у нас бежать. Всё, ты же у нас беременная, точно. И украл наших детей игрушку. Господи, боже мой, какой кошмар. Так, ну что, обстановочка у нас вроде как отличная. Всё мирно, спокойно. Наши девчоночки кушают. Вот, и Беатриса у нас решила пока что поспать. Я не стала её прямо сейчас кормить, потому что, знаете, мне кажется, что это из-за того, что я настолько боялась, что как бы вот у меня что-то случится с детьми. И, боже упаси, что я чуть что сразу же начинала их кормить. Но вот сейчас, конкретно сейчас, в принципе, уже можно. Да, мне кажется, из-за этого я немножечко так перепичкала Алису едой. Симолёны у нас, кстати, только что снимались, не подумайте, ничего плохого. Снимались за то, что мы пополнили кормушку у нашей какао. Я сейчас хочу просто поухаживать за нашей коровой так основательно. Вот, и после этого уже, наконец-таки, мы отдадим дань мафии, вот, как бы, без проблем. Я об этом помню, не переживайте. Так, отлично, всё. Дети сыты, это самое главное для меня. Самое главное, чтобы дети были сыты. Вот, отлично. Алиса уже даже и посуду за собой моет. Боже мой, золотой ребёнок просто. Конечно, намного легче, когда уже появляются подросшие дети. И это прям, это прям кайф становится уже тогда. Ну что, мы покормили наше какао. В общем-то, нормально с ним, за ней поухаживали. У нас тут засорители продолжают засирать наш участок. В принципе, ничего нового. Да, но сейчас, я думаю, как раз вот у нас отлично, плюс 6 бутылок молока. Да, какао говорит нам спасибо. Спасибо большое. Прям от души, душевно в душу. Отлично. И я думаю, что прямо сейчас, ой, давайте, что-то вот прям красивое тут намечается. Давайте я, наверное, вас прям вот так вот сфоткаю как-нибудь, да? Вот так вот. Мне нравится. Да, и давайте тогда введём код, да? У нас получается money. Мы вроде как всё сделали вместе с вами, так что можно спокойно отнимать наши денюжки. Господи боже мой, почти 3000, как жалко, как жалко. Но, к сожалению, так надо. Давайте. Опа, всё. У нас по нолям, ребята. Мы отдали все деньги мафии. Так что, да, в этом плане всё у нас честно, всё порядочно. Можете за это даже не волноваться. По счетам заплатили. В общем-то, отстрелялись по полной программе. Так что, это такое объятие с коровой, объятие с животным другом поднимут настроение любому. Ну, естественно. Так, и всё. Корова у нас отправляется поспать, я так полагаю. Возможно, она устала. А мы с Джулией, я думаю, сейчас немножечко приведём нашу хибару в порядок. Вот. Потому что как-то очень быстро у нас загрязняется. Ну, в принципе, не зря у нас черта участка выпала грязнуля. Вот. Поэтому, в принципе, всё в порядке. Да, и, кстати, что у нас? О, у нас сейчас третий триместр, кстати, начнётся. Круто. Так, Алиса проснулась. Что это такое? Чё ты проснулась? Расскажи мне, пожалуйста. Слушайте, проснулась. Кинулась полы мыть. Обалдеть. Алиса, ты меня поражаешь, если честно. Ты меня поражаешь. Ребёнок, чего ты? Иди спать. Иди спать. Здесь всё же, как бы, всё хорошо. Так, и что это? Подождите, что это за действие? Читать под одеялом. Класс. Прикольно. Раньше такого действия точно не было. Так, Джулия, ты у меня где? Слава богу, ты у меня здесь. Я уже испугалась, что она куда-то пошла. А у нас комендантский час. Но нет, слава богу. Джулия у нас дома. Так, отлично. Ну, конечно, в отпуск мы уходить не будем. Мы будем продолжать работать, потому что отпуск по семейным обстоятельствам это не про апокалипсис, но, по крайней мере, в нашей ситуации так точно, да, пока мы не закроем определённую карьеру. Да, и, кстати, надо уже думать насчёт Алисы. Вот, что она закрывать-то у нас будет, потому что если она будет закрывать детскую карьеру, то, по сути, нам уже устраиваться на неё надо. Но я даже не знаю, ребят, я даже не знаю. Мне почему-то вот хочется, чтобы Алиса у нас закрыла, знаете что? Наверное, Алиса у нас будет закрывать продавца, потому что вот этот вот ребёнок, спящий в солнечных очках, это, конечно, мощно. Поэтому, да, я думаю, что Алиса у нас в подростковом возрасте будет закрывать продавца. Вот, хочется мне этого. Мне кажется, что почему бы и нет. И пока наша маленькая Ракель повышает уровень общения вместе с мамой до третьего уровня. И таким образом официально закрывает все навыки. В общем-то, мы достигаем везде по троечке. Это значит, что мы справились. И что счастливый малыш у нас в кармане, что может, конечно, не радовать. Всё, теперь можешь со спокойной душой идти спать. Вот, нас осталось только Беатрис, в общем-то, добить эту вещь. Но, как оказалось, после того, как вы достигнете второго уровня в общении, то это уже очень всё быстро набивается. Вот, с единички на двойку, с одним только лишь действием лепетать довольно-таки сложно. А так уже всё хорошо. Джулия, иди, наверное, спать. Потому что ты у меня как вампир тут. Просто по ночам шастаешь. Ничего тебе не надо. Ни есть не надо. В туалет не надо. Спать не надо. Вообще, капец читерный персонаж, конечно. Хотя она и всего достигла сама в своей жизни. Ну, такое, конечно, немножко читерства получается, наверное. Наш маршал благополучно опоздал на работу. О, господи, это уже даже немножко, знаете... Ну, конечно, я понимаю, что, наверное, в этом моя вина. Хотя у него самого отменилось действие, пока он там пытался молока попить испорченного. Вот, но, наверное, это всё-таки моя вина, что я отправила его... Вернее, не отправила его вовремя на работу. Но, боже мой, маршал... Просто сколько профессий он смеял по жизни, сколько раз он косячил вообще везде. Наверное, ну, везде, кроме вот рыболовства, да. Везде у него были какие-то косяки, что-то там не получалось. Короче, он учёный у нас, и всё. Больше нигде ему не дано работать, судя по всему. Поэтому, конечно же, я не буду нарушать правил апокалипсиса. И поэтому мы увольняемся с работы, да. Вот, такие дела. Мы, конечно, могли сейчас получить семиллионы. Да, я не знаю, что теперь будет, если честно. Потому что Джулии нашей на работу только в среду, то есть только завтра. Ну, конечно, семью мы прокормим, потому что мы будем ходить на рыбалку, мы будем готовить рыбку. В этом всё как бы в порядке, ну, с этим всё хорошо. А вот что касается... Что касается нашей какао, вот за это я переживаю, если честно. Я надеюсь, что мы сможем прокормить нашу корову, потому что иначе просто я себе этого не прощу. И, о да, настал этот день. Посмотрите, кто к нам пришёл. Это лиса. Более того, она даже не рыжая, она серая. Я не знаю, что забыла лиса на островах. Может быть, это какая-то, я не знаю, может быть, это какая-то разновидность собаки. Какой-то дикой собаки, потому что лисица, ну, как бы, ну, вы понимаете, да? Мне так интересно, что она сейчас будет делать. Просто, ну, как бы, мне кажется, у нас нечего брать. Вот. И, да, она, наверное, думает... Хм, не поставили ли тут для меня ловушку какую-нибудь? Нет, ловушку для тебя никто не ставил. Как бы кур у нас, если что, нет. У нас есть корова. У нас есть корова, какао, но я не рекомендую тебе её тревожить, потому что иначе я за себя не отвечаю. Как бы, да. Так, у нас проснулась Алиса. Алиса, давай мы с тобой сходим вот сюда. И Алисе... Ой, Алисе надо покушать, кстати. Дети могут есть тухляк? Прекрасно. Походу, дети могут есть тухляк, и это просто не может не радовать. Так, Маршал, ты что там делаешь? Собрать воду. Отлично, Маршал у нас принимает душ. Вновь обезработный Маршал. Просто кто удивлён? Мне кажется, никто уже не удивлён. Так, отлично. Лисица у нас что-то там носится. Какао вышло. Так, отлично. Какао себя отлично чувствует. Это хорошо, надо будет ей, кстати, хлев почистить. Так, я надеюсь, что лисица не будет обижать нашу какао. Скажите, пожалуйста. Так, что это тут такое происходит? Расскажите мне. Ты что, злишься? Ты хочешь навредить нашу какао? Серьёзно, я тебе не советую это делать. И она думает, боже мой, что это за чудище такое? Что это за такое огромное здоровенное чудище с рогами? Ну, неправда. У нашей какао рогов нет. Так что не рассказывай мне сказки. Она у нас хорошая корова. Ест песок. Просто золотое животное. Так что даже не смей её трогать. Я серьёзно. Вот просто. Я серьёзно. Ох, а нет у вас случайно ли мышей каких-нибудь? Или может быть курятник? Ну, не может же быть такого, чтобы не было курятника? Нет, может, может курятника у нас нет. И я думаю, не будет. Зачем нам курятник, когда у нас есть замечательное какао? Так, отлично. Через час занятия. Вот. И Алиса себя уже прекрасно чувствует. Несмотря на то, что к ней ночью пришёл монстр, она смогла выспаться. Так, Маршал. Собирать воду. Отлично. Собираешь воду и потом сразу домой. Я, знаете, боюсь его там один на один с водопадом оставлять, потому что знаю я его. И что у нас по запасам? Осталась корма весь. Отлично. Слушайте, может быть мы и протянем. Может быть наше какао всё-таки протянет, как настоящая, знаете, апокалиптичная корова. Будет поменьше кушать, побольше спать, чтобы не тратить энергию зазря. Боже мой, ну какая прелесть. Такая хорошенькая, такая красивенькая. Такой цвет у неё прям, знаете, вкусный. Прям нравится мне очень. Ребят, у меня только один вопрос. Кто это? Я впервые вижу такого персонажа, если честно. То есть в такой форме я сразу на него обратила внимание. И сразу обратила внимание на то, что он стремительно бежит как бы к нашему участку. И написано, что это муниципальный инспектор. Если честно, я уже затаила дыхание. Просто перепугалась не на шутку. Думаю, что ж такое. Защита у нас, в общем-то говоря, оплачена. Дети у нас в хорошем состоянии. Ну, согласитесь, но это не самый плохой голод. Нам даже никаких уведомлений пока что не высвечивалось. То есть Ракель у нас сейчас поест. Всё в порядке. С Беатрис вообще... Беатрис... А, это... А, подождите, они у нас обе голодные? Всё, я вас поняла. Но они, в общем, они у нас сейчас обе поедят. Как бы в этом никакой проблемы нет. И кто это? Кто это? Что за муниципальный инспектор? У него, ну, судя по вот этим эмблемам, я так полагаю, что он как-то связан с экологией. Вот. То есть... Но зачем он пришёл? Что он собирается с нами делать? Я, если честно, пока что понять не могу. Так, дети, давайте скорее ешьте, потому что у меня уже просто сердце в пятки ушло, если честно. Попросить не обращать внимания на недочёты? Простите. О каких недочётах идёт речь? У нас участок чистый. Мало того, что он чистый, так мы ещё как бы убираем тут наш... И не только наш, между прочим, срач, за всеми теми, кто его разводит, всякие там контрабандисты и всякое прочее. Что это такое? Что за... Я не понимаю, что происходит, если честно. У меня это в игре впервые. И... Что это такое? У нас какой-то эко-след, наверное, больше как промышленный, да? Ну, извините, я ничего с этим не могу поделать, потому что у нас как бы тут не оба что. У нас апокалипсис, и, боже мой, что ты делаешь? Что ты измеряешь, скажи мне, пожалуйста? Что ты хочешь у нас найти? Я, если честно, вообще ничего не понимаю, но мне как-то... Чё-то мне как-то страшновато немного с того, что происходит. Давайте вот так я его щёлкну. О, ну хотя бы постучался. Ты такой потрясающий человек! В знак благодарности за твою доброту и дружбу я хочу вручить тебе особый подарок. Хочешь узнать, что это? Мне страшно. Или ты хочешь это? И, может быть, ты нам нашу игрушку вернёшь? Было бы вполне неплохо, мне так кажется, но нет, мы тебя не будем приглашать. Мы не имеем на это права. Так, и что у нас? Боюсь, что этот дом не отвечает требованиям следующих комплексов мер. Вторичное использование. Сумма к оплате по коммунальным счетам будет выше, пока вы не решите проблему. Вы издеваетесь, что ли? Просто вот... Просто до свидания. Просто до свидания. Я даже не хочу ничего слушать, не хочу ничего знать, если честно. Играю я себе такая, значит, всё нормально, всё в порядке, всё прекрасно, вообще не о чём не беспокоюсь, не забочусь. Знаете, я отправила тут маршала постирать. И тут резко, неожиданно, уведомление. Я вообще забыла о том, что Джулия у меня оказывается беременна, о том, что она на втором... О, господи, на втором, на третьем триместре. Боже мой. И вот они, вот они роды. Ребята, я не знаю, для меня время это пролетело просто, пух, просто незаметно, вообще за секунду это всё для меня прошло. Вот эта вот третья беременность с Джулией, не знаю, просто обалдеть. Ну что же, давайте, давайте будем рожать. Боже мой, так интересно, кто у нас родится, ребята. Делайте ваши ставки. И да, снова этот знак. Господи, неужели у нас снова будет двойня? Наверное, скорее всего, да. Я так полагаю, что это будет работать при каждых наших родах. Поэтому... Мальчик! Ес! Ес, 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 ес! Наконец-то! Кстати, почему у нас фамилия... В фамилии написано имя. Короче, я не знаю, почему. Игру глючит у меня прям нормально, так хочу я вам сказать. Фамилия у нас, конечно же... Ой, извиняюсь. Фамилия у нас, конечно же, Макинтош. Вот всё правильно, Макинтош. Ребята, я поздравляю вас! У нас пацан, у нас пацан. Боже мой, если он ещё окажется блондином, то это всё. Это будет просто любовь с первого взгляда. И что же, давайте я сейчас открою, где у меня эти имена выписаны заранее. Обалдеть! Я очень рада, что у нас родился мальчик, наконец-то! И сейчас, наверное, у нас родится второй мальчик, а может быть и девочка, кто знает. Вы знаете, мне понравилось одно из имён, которое у меня тут выписано. У меня, кстати, для мальчиков очень много имён. Вот. И, ну, прям нравятся они мне все очень. И я хочу, чтобы этого мальчика звали Рой. Вот. Рой Макинтош. Ну что ж, момент истины, но судя по тому, что у нас снова появилась эта отметка, то у нас там, как бы, надейся и не надейся, у нас там, наверное, двойня. Сейчас посмотрим. Да. И это второй мальчик. Обалдеть, ребята. Слушайте, а если это снова будут близнецы? Потому что мне кажется, что Беатрис и Ракель у нас всё-таки близняшки. Ну, посмотрим, конечно, на них уже попозже, в детском и в подростковом возрасте. В подростковом возрасте уже точно всё станет на свои места. Но у нас мальчик, у нас мальчик второй, ребята. И, конечно же, фамилия Макинтош. Не знаю, почему у нас сразу не пишется фамилия. Это странно. И имя второго мальчика, как мы назовём? Всё, я выбрала. Давайте его буду звать Рэндал. Вот. Рэндал мне нравится. Отлично. Рэндал Макинтош. Всё, у нас двойня, ребята. Джулия и Маршал теперь имеют двойняшек. Да, это как бы уже не первый раз. Если что, у нас уже второй раз они имеют двойняшек. Так что, да, вы нас ничем не удивили. Отлично, всё. И кого это ты держишь? Пока что непонятно. Пока что непонятно. Роя ты держишь, да? А тут у нас... Или вот тут. Да, тут у нас Рэндал. Отлично. Всё, ребята. Я вас поздравляю. Я, если честно, очень рада, что у нас появились на свет мальчишки. Вот так. Как это мне так сфотать, чтобы было видно? Наверное, я как-то... Наверное, я как-то вот так вот. Может быть. Господи, у нас двое мальчишек. Для меня это прям... Ой. Для меня это прям огромная радость. Я очень хотела, чтобы у нас были пацаны. Вот. Теперь у нас поистине разнообразие. И да, ребята, посмотрите на эту ораву детей. Окей, господи, боже мой. Что это такое флиртовать? Всё. Маршал, наверное, уже просто сейчас там думает. Господи, боже мой. Так волнительно, так волнительно. Всё. Я сейчас просто её приду, расцелую. Да? Двух пацанов тебе подарила твоя любимая жена. Вот. И что это такое целоваться? Боже мой. Как они любят друг друга. Это просто нечто. Это просто нечто. Так. И давайте я сразу тогда переставлю Рэндала тоже сюда в коридор. Чтобы они не мешали девочкам спать. Вот. Да. Потому что по-другому у нас никак не получается. Вот. Давайте мы. Рэндалл и Рой у нас пока что будут жить в коридоре. Но это не значит, что я их не люблю. Поверьте мне. Поверьте мне. Я их двоих уже обожаю. Просто до безумия. Так. И давай, наверное, покормим. Покормим грудью. Да? Вот так вот попробуем их покормить. Да. Вот. Уже разбудили мне. Разбудили мне детей. Все, девчонки. Все. Ложимся спать. Не переживаем. Все в порядке. Просто у вас появилось двое братьев. Вот так вот резко и неожиданно. И даже Алиса у нас все никак не может, бедная, дойти до кровати. Да. Ой, обалдеть, ребята. Все. На этом мы точно уже с вами останавливаемся. Это я официально заявляю. Говорю прям сто процентов, не кривя душой. Больше детей у Маршала и Джулии не будет. Хватит. У нас и так почти полна коробочка. У нас семь человек в семье на данный момент. Маршал, смотри. Это все твое предродовая паника. Да поздно уже. Тут уже все. Тут уже все решено. Как бы без тебя. О, боже мой. Не может быть. Не может быть. Опять двое. Опять двое. Господи, боже мой. Джулия. И это мальчики. Да, это мальчики. Представь себе. Подойди к Рою. Поговори с ним. Полоскай. Вот. Скажи. Ты же моя малюточка. С днем рождения тебя, дорогой мой сынок. Да. Слушайте, классно. Я безумно рада, что у нас разнополые дети. А, слушайте, супер. Я очень рада. Так, а у нас? У нас тут все продолжение. Продолжение банкета у наших горожан. И, о, боже мой, как же я рада. Да. Ребята, принимаю ваше поздравление. У наших молодых родителей пополнение в семье. И, итогово, у нас во втором поколении пять детей. Вот таким составом мы будем пытаться разобраться с апокалипсисом в этом мире. И во втором поколении сражаться у нас будут Алиса Макинтош, Ракель Макинтош, Беатрис Макинтош, Рой Макинтош и Рэндал Макинтош. Вот так вот. Вот такие вот дела. Скажи, дорогая, ты просто бомба. Я просто в шоке. Как это вообще возможно? Боже мой. Если бы я мог построить ракету, я бы унес тебя далеко в космос. И там бы я отблагодарил тебя по-настоящему за все, что ты для меня сделала. Ну, а пока что... А пока что прими мой поцелуй. О, Маршал, ты такой романтик у меня. Ну, так а как же ж иначе? Отлично. Так, а что это такое смотреть на звезды? Не, ну смотреть на звезды не надо. Боже мой, я не могу поверить, что у нас столько, столько человек в семье. Просто обалдеть. Ну, кайф. Вот теперь я довольна, знаете. Вот мне чего-то не хватало. Было у нас три девчонки, и мне чего-то не хватало. А вот сейчас все. Моя душа спокойна, и я счастлива. Не знаю, ребята. Я надеюсь, что я не пожалею об этом решении. И, знаете, мне просто невероятно. Мне просто безумно интересно, какими они у нас будут. Какими у нас будут первые двойняшки Беатри и Соракель, и какими у нас будут Рой и Рэндалл. Будут ли они чистыми близнецами, и вообще на кого они будут похожи, какими они будут, какие карьеры они будут закрывать. Ой, классно, классно. Я прям, у меня прям очень хорошее настроение. Мне кажется, что серия удалась. Давай, дорогой, не жалуйся на тяжелую жизнь. Все у тебя отлично, все у тебя в порядке. По хозяйству надо помочь немножко. Так, а что у тебя голод падает тройными стрелками? Можно мне узнать? Интересно. Это, конечно, очень интересно, что ты теплый поцелуй. Ёлки-палки, вы только посмотрите, что творится. Так, я не понимаю, почему у Маршала, как у беременного, скачет питание. Меня это как-то напрягает, если честно. Ну, да ладно. Не будем, давайте не будем просто обращать на это внимание. Кстати, Ракель и Беатрис, когда вам взрослеть? Два дня. Отлично, супер. То есть, примерно вот, когда у нас пацаны станут тотлерами, девчонки у нас станут школьницами. Я считаю, что это прям супер. Нам будет намного легче. Если все пойдет такими темпами, я думаю, что мы с вами все-таки справимся. Да, вот, Джулия, о чем я тебе... Что я тебе и говорила. Спи, пока можешь. Да. Поэтому, поэтому, да. Слушайте. Супер. Я довольна. Все. Я довольна. И знаете что? Я думаю, что, возможно, даже на этом стоит уже завершить эту серию. Усердно терять. Ну, давай. Почему бы и нет? Я думаю, что на этом даже я, наверное, завершу эту серию. Вот. Может быть, достаточно на нее событий. И я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили. Мы с вами увидимся совсем скоро. А пока что, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok